МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А я представляю гостя в студии. У нас сегодня Геннадий Сомов, эксперт Общественной палаты Республики Татарстан, председатель Союза домовых комитетов Казани. Здравствуйте, рада вас вновь видеть в нашей студии. В понедельник, напомню, Путин поручил главе ФАС Игорю Артемьеву взять на контроль рост тарифов ЖКХ в регионах. Люди все чаще жалуются на необоснованный рост, а долги за коммуналку растут с каждым годом. Вот об этом сегодня и говорим. И, кстати, 7 миллиардов рублей, данные такие у меня есть, должны татарстанцы за услуги ЖКХ. По данным Росстата, коммуналка забирает у наших сограждан все большую часть зарплаты и денег. Еще 5 лет назад общий долг населения по стране был 111 миллиардов рублей. В прошлом году долги за коммуналку по России превысили, внимание, триллион. Вот хотел уточнить, Геннадий Михайлович, видите ли вы вообще решение этой проблемы? Там же цифры ужасающие. Да, вижу решение этой проблемы. Ее можно снижать двумя путями. Первый путь привести в самочувствие управляющей компании. Они беспредельничают, я не стесняюсь этого слова. И на этом беспределе мы с вами переплачиваем ток затопления от 8 рублей до 13 рублей с квадратного метра. Представляете, если в городе, в республике у нас 24 миллиона квадратных метров, то представьте, уношенные в среднем на 9 рублей получаются более 1,2 миллиарда рублей только на отопление. Поэтому, я говорю о управляющей компании, почему беспредел в ней? Беспредел в том, что все счет-факторы и подсорта данных домов фальсифицированы. Понимаете, управляющая компания снижает общую площадь дома, потому что нагрузка делится на общую площадь дома. И мы начинаем переплачивать. Вот это самый страшный момент всех управляющих компаний. У меня есть много паспортов домов, мы снимаем с сайта mjf.tatar.ru и представим практически каждый паспорт поддельный. Вот это самая страшная вещь. Геннадий Михайлович, вы на самом деле сейчас очень опасную фразу, ведь произнесли, вы практически обвинили все управляющие компании Татарстана. Почти все. Почти все, да. То есть это довольно-таки популярный, скажем так, метод, да, обмана? Да, да, да. Вот, понимаете, я сам запросил паспорт дома своей управляющей компании. Получаю, вы знаете, я его знаю наизусть, 2006 года, когда начали работать управляющая компания. У меня общая площадь занижена на 800 с лишним метров. Общая площадь дома. Мало того, введены дополнительные нежилые помещения, которых на зоне вообще нет. Это просто мой пример. Понимаете? Вот вам работа управляющей компанией. Почему? Я еще раз говорю. Снижая общую площадь дома и деля нагрузку дома, допустим, столько калорий на эту площадь, мы начинаем переплачивать. Деньги мы в ресурсах обдачи, они переселяют те же самые. Допустим, миллион двести, миллион двести. А мы уже платим не 15 рублей сам за год, а 17-20, понимаете? А от 8 до 13 рублей. Вот это самое страшное. Ну, говоря о долгах, то, конечно же, вот еще одна новость. В Госдуму внесен законопроект о списании долгов по ЖКХ как безнадежных, если срок давности по судебному иску превышает три года. У меня два вопроса в этой связи. Признаюсь вам честно. Первое, как вот на ваш взгляд эта инициатива изменит вообще ситуацию, а начну с другого, скорее эмоционального. Сейчас к этому вернется. Вообще это справедливо? Вот я плачу каждый месяц и справлюсь. Я считаю справедливо. Потому что действительно, есть должники с сроком давности долга, от 6, 7, 8 и даже 4 годов должники, понимаете? Ведь в соответствии с гражданским кодексом, статья 544, срок давности три года. Так почему управляющая компания раньше это не собирала, а сейчас собирает? Будь добра. Есть закон, есть закон. Отрубить три года и выставить Иванову, Петрову, Сидорову, Сомову, понимаете? А если нет, тогда нечего работать. Они эти долги собирают второй раз, второй раз. Оплачиваем мы с вами, порядочные должники, и оплачивают, они, если только выбивают, они второй раз эти долги, которые идут не куда-нибудь, а в карман. Ну, как вы думаете, эта инициатива, вот возвращаясь к первой части моего вопроса, она вообще способна исправить ситуацию? Ну, исправить ситуацию, она может запрятаться с должниками, с должниками, с ним исправить, да, тогда уже легче будет бороться. Потому что иногда у управляющих компаний расчеты, начисления производят некорректно, понимаете? А раз некорректно счет, вот у меня есть много таких людей, платили, платили, в конце концов, а раз обратились, обратились, требовались в управляющих компаниях, они мер не принимают. И они пристанавливают оплату. Вот там пошло. И долги у них пошли. А потом эти долги, доктор Сад, потихонечку на нас. Вот и вся проблема. По поводу бороться с неплательщиками, все мы помним эти страшные истории, как коллекторы превышали свои полномочия. Это ужасные истории, которые были, даже в Татарстане в прошлом году, напомню, была история с ветераном некрасивая очень. А сейчас им запрещено, коллекторам выбивать долги за ЖКХ у населения. Как вы думаете вообще, как так случилось, такая дикая ситуация, что коллекторы стали такими полномочиями в свое время обладать? Я считаю, что это, когда вели, сделали большую глупость. Когда вели. Ведь есть договор на управление домом, каждый управляющий компанией, там записан пункт, управляющий компанией борется с должниками, и решается вопрос в судах. Но ни одна управляющая компания практически не подает в суды на должников. Они говорят обычно, вы собственник, и вы решайте. Это раз. Второе. Не хотят и не платить, значит, взяли, наняли коллектору, который начинает вышибать, не просто вышибать, а вышибать со слезами на глазах. А ведь есть долги реальные, а есть и нереальные долги. Понимаете? И вот я несколько раз это проводил, и выигрывали. Вот скажу, например, по братьям Пасафиулина, Пасафиулина 16, один раз, когда мы занялись, когда подали заявление исковое, 42 человека в суд, в один час, в одну минуту. На суд, правда, пришли всего на все 22 человека, и мы выиграли. Кто-то 8 тысяч, кто-то 9, кто-то 10, кто-то 13, кто-то 15. Выиграли эти деньги. И вернули их. И когда они вернули деньги, остальные говорят, Дина Михайлович, ага, же мой, я в поис ушел, вас приглашали, делаю, а сейчас уже вопрос решен. Есть решение сюда, берите решение сюда, за еврейское заявление, и под себя подрабатывайте, снова идите в суд. Это можно решать. Я хотела просто уточнить тогда, получается, у кого сейчас права на как раз работу с должниками остаются? Да, в соответствии с договорами, опять права на работу с должниками остаются пока за управляющими компаниями. Там есть специальный пункт, управляющая компания занимается вопросом решения должников. Это так. Опять возвращаемся к управляющим. Ну, прежде чем продолжить этот разговор, я напомню о том, что вы можете позвонить к нам в студию, на прямой эфир. Наши номера телефонов 511-99-66 для жителей Казани, для жителей района Татарстана, 8 800-500-3255. Я предлагаю посмотреть сейчас наш традиционный опрос, который мы проводим в нашей группе ВКонтакте. Ощутима ли сумма за услуги ЖКХ для вашего бюджета? Спросили мы у наших телезрителей. И, Геннадий Михайлович, довольно любопытные цифры. Обратите внимание, да, ощутима сумма. Это сообщили почти 95% наших телезрителей. Нет. Почти 6% наших телезрителей. Ну, это значит, те граждане республики, я имею в виду, которые имеют приличные зарплаты. Конечно, они скажут нет. А все остальные при зарплате 34 500 рублей в месяц, все остальные, конечно, скажут да. Понимаете? Да. Потому что прожить на такую зарплату, это очень тяжело. Тяжело. Это по всей республике, не только по республике, но и даже по целому по России. Геннадий Михайлович, у нас есть звонок в студии от нашего телезрителя. Давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. А вот я смотрю вас и слушаю, вот что Геннадий Шомов рассказывает. Но это же ведь получается преступление, то, что совершают вот эти вот работники, которые ЖКХ. Вы согласны с этим, нет? Я согласен. Я согласен с мошенничеством, да. Но этим прокуратуру должна заниматься. Но прокуратура заниматься будет только тогда, когда будет обращение. А если нет обращения, заниматься никто не будет. А давайте напомним сразу тоже, вот как раз уже заговорили, алгоритм, да. Если человека вызывает вопросы, его счет-фактура. Закрались подозрения в чистоплотности управляющей компании. Что должен человек сделать? Я, например, так. Получаю счет-фактуру, гляжу. Допустим, некорректно числение по горячей воде, некорректно числение, особенно по теплознабжению. Я сразу пишу короткую претензию, значит, АВРЦ, управляющую компанию. Что, товарищи, у вас произойдет корректно числение. Пошел выполнен перерасчет. Как всегда, они тоже отказываются. Как я получил только этот ответ с отказом? Это является основанием для подачи в суд. Иду в суд, и добиваю их до конца, простите за выражение. Понимаете, был у меня случай с ректором СНГ, такой случай. Так же, раз пришел на претензию, сказали нет. Управляющая компания, как уверена, сказала, Геннадий Михайлович, все правильно, дети, я с вами разговаривать не буду. Ну, Бог с вами, я сказал, встретим в суде. И когда на суде я все выложил, судья задает вопросы. Юристу управляющей компании. У вас есть вопросы? Он так как ударится, я думаю, или стул прошивет, или лоб прошивет. И отвечает, я больше сюда не приду, пусть приходит зампы экономики. И ни разу не появились. Долг специальный. Геннадий Михайлович, мне кажется, просто вы действительно уже руку набили на этих, как раз таки, историях. Но возвращаясь к нашей теме по поводу долгов. Вот согласно закону, теперь нельзя погасить долги за счет соседей. И вот здесь вот у меня тоже вопрос справедливости возникает. То есть, как получается раньше все-таки, я знала, что такие истории бывают, но значит, это повсеместно бывает. Я считаю, это очень хороший будет закон. Тогда мы все с вами не будем платить за себя и того парня, который не платит. Понимаете? Пусть тот парень платит, или по решению суда управляющей компанией. Но мы должны платить за них. Я знаю, эти случаи есть. А знаете, почему, вот как мне сказали мои знакомые из управляющей компании, почему они не любят им проще перекидывать условно незаметные эти, ну скажем так, 3 копейки по всему дому? Потому что это хлопотно, обращаться за каждый раз, это чуть в суд. Да, в суд и деньги. Понимаете? И каждый раз обращаются. Поэтому они прямо говорят. Да, нет, мы не будем знать. Хотя записано в жилищном рецепте. А есть та графа в счет фактуры, платежки нашей, посмотрев на которые, у меня должны возникнуть подозрения? Да, есть. На сегодняшний день я смогу точно сказать, горячая вода, отопление, понимаете? Вот отопление. Смотрите, на каждом доме имеется нормативный расход тепловой энергии на квадратный метр. Это нормативный расход, установлено Министерством Республики Тарстан. Он записан внизу. Так, будьте добры, умножьте этот нормативный расход на тариф и умножьте на площадь вашей квартиры, вы получите, сколько вы должны были заплатить по нормативу при температуре наружного воздуха, минус 32 градуса. Понимаете? Так, эта цифра, вот зимой у нас, у всех практически, возрастает полтора-два раза. Как раз-таки это повод уже задаться вопросом. Да, задаться вопросом. Ну, как правило, мы, многие, наверное, с этим сталкивались. Управляющая компания предпочитает вот эту вот стандартную позу страуса и прячет голову в песок. Говорят, что ничего не знает, ничего не происходит. Но вот в этих же историях с долгами, это же есть след и неэффективного управления, как раз-таки, извините за тавтологию управляющей компанией. Да, я могу только одно единственное сказать, я не только могу сказать, я уже писал, и административный президент Республики, и Путин писал по этому вопросу, когда задавали вопросы, что пора навести в обществе МИЖКХ порядок, особенно управляющих компаний, государств в государстве, которые никому и ничему не подчиняются. И когда я запросил из полкового города Казани, а где же контроль, мне отвечают, Геннадий Михайлович, какой может контроль за частной организацией, мы никого не контролируем. Вы понимаете? То есть мы нас бросили, хотите выплыть, плавать, не хотите, тонить. Ну, давайте, как бы, справедливости ради, не будем все, на самом деле, шишкивать сейчас на управляющую компанию, но ресурсы для, у них какие есть на сегодня, для эффективной борьбы, опять же, с задолженностями, например? Честность, за просовестность. Понятно. Ну, все-таки, как тогда заставить? Заставить? Очень просто. Значит, обращаться в суды и в управляющую компанию не по одному человеку, а человеку два, три, четыре, пять. Когда обращаются несколько человек, тогда и суд, и все остальные смотрят на вас, как на людей. Когда обращается один человек, на него смотрят, ну, как, про себе наображение, замок, который можно сдавить. Ну, паникер. Да. Еще такой момент. Многие наши телезрители, я думаю, согласятся со мной сейчас и высказывали ранее в других наших программах. Вопрос такой, почему тарифы на ЖКХ растут, а услуги-то, качество, вернее, услуг падает? Это вопрос очень актуальный, не только на сегодня, с приходом в управляющую компанию. Когда был 2006 год, когда они пришли в управляющую компанию, они сначала работали все, добросовестно, хорошо. И все время все хуже, 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 хуже. Значит, и в договорах раньше не было пункта, а сейчас там первый пункт в управлении, дом, договор. Прибыль в управляющую компанию. Вот это и влечет все к тому, чтобы нас потихонечку развивали, развивали, развивали. Геннадий Михайлович, вы представляете же союз домовых комитетов Казани. По сути, вы тот самый общественник, который помогает, советует, консультирует людей, которые не слишком-то хорошо знают как раз-таки вот эти все нюансы. Скажите, пожалуйста, вот в качестве совета нашим телезрителям тоже, где, когда вы принимаете, как вам записаться на прием, чтобы лично, я думаю, у многих вопросов могут возникнуть? Пожалуйста, прием населения проводится по улице Лобачевского, 10В, вторник, среда с 12 до 17. Если есть население, я принимаю. Нет, я час по два просижу и ухожу. И еще третий прием провожу в пятницу с 12 до 17, это Зорге 99. Пожалуйста, пусть приходит любое время, я все знаю, все расскажу. А если вот такую негласную статистику, скажем так, анализ провести, данных, которые вам чаще всего обращаются, что это бывает? Ну, вы знаете, одно опять могу сказать, что почему-то население у нас настолько пассивное, что не хочешь бороться сам за себя. Вот один человек идет, а в втором обращается, он говорит, да ладно, да пусть так. Даже в моем доме та же самая история. Вот я выиграл свидетельное решение, сделал все, Женщины говорят, Геннадий Михайлович, а почему не Геннадий Михайлович? Я не имею права уступать в защиту определенных круга лиц. Я говорю, вот берите решение, берите исковое заваление, переделать под себя, подавать, будет все решено положительно. Но люди не хотят, понимаете, говорят, семья, дети, внуки, сады, огороды. Или лень. Самое главное, это у русского населения много лени. Я благодарю вас, Геннадий Михайлович. Напомню, что мы сегодня говорили о долгах за услуги ЖКХ, которые, к сожалению, эта тема остается на протяжении уже, наверное, многих лет и десятилетий, да, актуальной для нашей страны. Тем не менее, если у вас будут вопросы, вы уже слышали, когда и куда можно будет подходить, и задать лично, да, получить некую консультацию. Итак, Геннадий Сумов, эксперт общественной палаты республики Татарстан, председатель Союза домовых комитетов Казани. Спасибо вам большое за то, что пришли сюда. Пожалуйста. Это была программа «Главные новости» в студии Лея Сан Абдульна. Всего вам доброго.